АЛМАЗ ГАФИАТОВ Казани-Арена приняла последний для себя матч чемпионата мира. Эй, Бразиль! Бразиль! Как результат обернулся трагедией для бразильцев и счастьем для бельгийцев, увидел Салават Ухмадуля. В кресле мэра президент ФИФА. Спасибо большое. Перевода не надо. За что Джанни Инфантина гордится Казанью и верит ли в победу России, Лина Знатулина? Историческое событие на историческом месте. Проходило, потом опять болело. Не дай, не дай. Кто стал железным человеком Татарстана, узнал Сергей Хайдаров. Буквально через полтора часа вся Россия прильнет к экранам телевизоров. Дачи, встречи, праздники и даже дни рождения отложены до лучших времен. Страна в ожидании матча нашей сборной с Хорватией. Эта игра определит последнего участника полуфинала. В пять часов вечера Англия обыграла Швеция. Накануне путевку в одну-вторую завоевали сборные Франции и Бельгии. Казань увидела слезы бразильцев и счастье бельгийцев. Именно наш стадион принимал этот матч. Вместе с 43 тысячами болельщиков проводил Мундиаль в Казани и Салават Мухаммадуллин. Эй, Бразиль, Бразиль! Такова горечь поражения. Всего пару часов назад болельщики в желтых футболках пели, танцевали и скандировали Неймар. 2-1 и полярность поменялась с точностью наоборот. Я не знаю, что случилось. Мы проиграли. Во втором тайме мы играли хорошо, но два гола в первом решили игру. Но ничего, бывает. Мы играли хорошо, но это был не наш день. Бельгийцы счастливы и удачи. Пока бразильцы успокаивали друг друга, фанаты из Бельгии светились от счастья. Это был великий матч. Наша сборная прекрасна. Настало время для победы бельгийских футболистов. Как ни странно, среди 40 тысяч болельщиков мы встретили и тех, кто персонально болел против Неймара. Рядом с фанатом из Германии настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Мы приехали с родины Деда Мороза, с Великой Осипы. Матч посмотрели отлично. Ожидали, что выиграет Бразилия, но победил сильнейший. Российских болельщиков, кстати, на стадионе тоже было немало. Как я и хотел, так она и победила. Кевин Дебрюин, красавчик. Лукаку делал свое дело. Ну и, конечно, Куртуа. Это просто супер. Вообще тащил, ты видел? А как матч-то? Не, матч вообще огонь. Бразилия-Бельгия – это был последний матч чемпионата мира, который принимала Казань-Арена. И от этого становится немного грустно. Трагедия для бразильцев, счастье для бельгийцев и надежда россиян на сегодняшний матч. И все это праздник футбола, с которого кому-то, к сожалению, приходится уходить немного раньше. Слова Тухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Итак, этой игрой закончился чемпионат в Казани. Столицу лично поблагодарил за отличный прием президент FIFA. Сегодня Джанни Инфантино заглянул на совещание в мэрию, чтобы сказать спасибо за успешную организацию чемпионата мира. Казань пока единственный город, где глава FIFA выразил благодарность в таком формате. Как деловое совещание превратилось в футбольную субботу, увидела Лина Зинатулина. Сам президент FIFA, Джанни Инфантино. Аплодисменты. Теперь вы, мэр Казани, говорит Эль Сурмершин, уступая главе FIFA свое кресло. Сам городоначальник сел на место переводчика. Мэр Казанино. Мэр Казанино. Спасибо. Так неожиданно деловой понедельник в субботу оказался не таким уж и деловым. Мэр представил свою команду и поблагодарил семью FIFA за невероятный спортивный праздник и доверие. А Джанни Инфантино ответная благодарность и познание в русском языке. Привет. Спасибо большое. Перевода не надо. Все understandable. Understandable. Я очень рада вам. Горжусь вами. Я очень рада вам. Моя друзья Иль Сур. Understandable. Вы живете в одном из самых красивых городов мира, говорит Инфантино, еще полтора года назад открывший Казань и для себя. И то, что накануне столица приняла свой последний матч чемпионата, не повод грустить, уверен он. Казань город с богатейшей историей, словно в котле в нем смешались культуры и религии. Но он стремится и в будущее. Вы еще не знаете, что этот чемпионат будет значить для вашего города, региона и страны. А эффект будет огромен. Россия чемпион. На случай, если Россия сегодня не выиграет, Инфантино напомнил, только в футболе можно расстраиваться день или два, а дальше уже ждать следующих сезонов и новых кубков. Тем временем Казань-арену зарубежные СМИ прозвали кладбищем слонов. У нас команды-фавориты потерпели поражение. Кстати, те, чьим спортсменам в Казани посвятили граффити. Не повезло Месси, сборной Аргентине, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому мы сегодня, желая сборной победы, начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Здесь мэр скорее шутил, но российскую сборную Казань поддержит и без суеверий, искренней верой в победу. Лина Зинатольевна, Мараза Адулин, ТНВ, Казань. Сказано, сделано. Модрич присоединился к Месси, Роналду и Неймару. Граффити капитана Хорватии сегодня уже рисует в Казани. Увидим, подтвердится ли примета совсем скоро. Своё восхищение Казани выразил и министр иностранных дел Бельгии. Он прогулялся по Казани после победы любимой команды Дидьей Рейндер. С радостью сфотографировался с любителями футбола и делился впечатлениями от игры и города в целом. Министр отметил инфраструктуру Казани и красоту столицы республики. Признался, что рад победе любимой команды именно в этом городе. Отметил, как много людей в Татарстане поддерживали сборную Бельгии. Причём поддерживали и помогали в прямом смысле слова. 20-летний Казанец помог найти документы отцу игрока сборной Бельгии. Яя Дембеле, папа полузащитника сборной Бельгии, потерял свои паспорта и кредиты, и кредитные карты. И за помощью обратился к судебному приставу Акберу Бахтиярову. О невероятных приключениях родителей бельгийской звезды Салават Мухаммадуллин. Я решил всё-таки сфотографироваться с ними на память. На фотографии казанские судебные приставы и отец звезды бельгийского футбола Муса Дембеле. Яя Дембеле потерял в Казани документы. За помощью обратился к первому встречному форуме. Им оказался коллега Акбера Бахтиярова. Я сидел у себя в кабинете, и мой коллега обратился ко мне, говорит, что там один мужчина. Только по-английски разговаривает. Через минуту 20-летний парень уже знал всю историю. На место вызвали полицейских. Ещё через полтора часа документы нашлись. Они забыли эти вещи на скамейке. И какая-то женщина всё-таки забрала их и передала в пенсионный фонд отдел. А те, в свою очередь, сотрудникам правоохранительных органов сообщили. Всё это время Акбер выступал в роли переводчика. Пока он и его новый друг из Бельгии ждали документы, Яя признался, что он отец полузащитника английского Тоттенхема. Мы связались с ним сегодня по телефону. Я счастлив, что документы нашлись. Если бы не Акбер, у меня были бы большие проблемы с возвращением в Москву. А потом и к себе на родину. Сегодня Яя и Акбер договорились о встрече. Бельгиец обещал познакомить его со своим сыном, но, конечно, без камер. Слава Тухмадолин, Марадзяй Долин, ТНВ, Казань. Страна ждёт игру нашей сборной с Хорватии. Россия верит и надеется. В ЦИОМ провёл даже специальный опрос. Так вот, больше, чем две трети россиян будут смотреть предстоящий матч сборной России. И больше половины опрошенных, это 56%, верят, что победит наша команда. Триумф на домашнем матче мира по футболу воодушевляет жителей настолько, что некоторые готовы изменить свою жизнь. О том, что нас ждёт сегодня вечером и на что готовы россияне ради победы сборной Алмаз Гафиатов. Обещаем, выложится полностью. Отдадим ради победы всё и даже больше. Вы лучшие в мире болельщики. Вот так в Твиттере пишет сама сборная. Ну а Россия ждёт футбола и верит в победу. Шансы есть всегда. Другого такого чемпионата у нас не будет. Поэтому надо на нём бороться и побеждать. Мы всегда за неё болеем. Всю душу оставляем и болеем. Всю энергетику нашу. Так что, я не знаю, верю в Россию. Россия чемпион! В Калининграде уже сделали статуэтку Игоря Акинфеева из Янтаря. На игроков нашей сборной чуть ли не молятся. В стране начался футбольный бум. А ведь за чемпионаты мира нашу команду не критиковал, разве что ленивый. Насколько много критики было сборной, настолько сейчас много хвалебных слов, что тоже неправильно. Четверть финала с хорватами – это как раз то мерило, которое покажет, на что способна наша сборная. Потому что сборная Хорватии – очень хорошая команда, которая, я считаю, фаворит правой сетки. Можно долго говорить о соперниках, удачных раскладах и домашних аренах. Ясно одно – команда подарила надежду на возрождение российского футбола. Мы любим бросаться из крайности. Я не знаю, мне кажется, сейчас надо как-то вот спокойно уже обрадоваться тому, что сделано, и всему чемпионату, и тому, что сделала Россия. И уже чего мы добились. Потому что здесь побеждают те команды, которые играют и грамотно, но плюс, как вчера бельгийцы показали, играют еще и сердцем. Болельщик Казани он особенный. Когда-то Рубин уже приучил нас к приезду таких звездных команд, как Барселона, Челси и Интер. Сейчас, помимо матчей на Казани-арене, наши фаны отдельно поддерживают рубиновцев Кудряшова и Граната. Просто непередаваемое то, что, наверное, будут своим внукам рассказывать о том, что именно это событие проходило именно у нас в Казани. Потому что это грандиозное. Живу вот в этом районе, и мы прям чувствуем это дыхание, эти эмоции. Букмекерские конторы по всему миру уже не знают, на кого ставить. Этот чемпионат мира перевернул все с ног на голову. Такого в истории чемпионатов не было давно. После успеха российской команды в матче с Испанией, букмекеры пересмотрели свое мнение по поводу шансов сборной России на чемпионство. Если перед началом мундиаля этот коэффициент составлял 50, то сейчас букмекеры уже не столь категорично. Есть прогнозы, а есть футбол. Наверное, из-за этой непредсказуемости его так любят по всему миру. Послушай букмекеров и сделай все наоборот. На этом чемпионате мира, кажется, все действует от обратного. Фавориты проигрывают, чемпионы мира едут домой, а те команды, у которых приехали тысячи болельщиков, не могут одержать победу. Исходя из этого принципа, предлагаю всем перед матчем России-Хорватия переодеться в команду соперников. Игра России-Хорватия в 21.00. Это нельзя пропустить. Возможно, такое не повторится никогда. Алмаз Гафиатов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. И как всегда перед игрой нашей сборной свои прогнозы сделали казанские оракулы. Напомним, черные лебеди, Аделия и Зигфрид предсказывали итоги всех матчей с участием сборной России. Сегодня пернатые долго не могли определиться и даже пытались уплыть, не сделав выбор. Но не смогли отказать собравшимся вокруг болельщикам и вернулись. Первым выбор был сделан в сторону нашей сборной. Значит, это дает надежду на победу России. Правда, лебеди тут же отведали любимое лакомство из тарелки сборной Хорватии. Так что, скорее всего, матч будет захватывающим и малопредсказуемым. Счет, может, и небольшой. Там 1-0 будет, но в нашу пользу. Они себя хорошо показали. Я думаю, что все-таки Россия. Я патриот. Спасибо, Игорь. 2-0. К теме чемпионата мы еще вернемся. А пока к другим новостям. Своё историческое место теперь есть в деревне Кзыл-Яр Нижнекамского района. Здесь возродили родник, благодаря которому когда-то и появилось на этом месте поселение. Отведала родниковой воды Светлана Звонарева. Радовались новому роднику всей деревней. В честь открытия праздник, песни, танцы и столы, полные выпечки и прочих угощений. А внизу у родника гостей ждут сказочные герои. Русалка причесывает локоны. Тут же девушка пришла набрать воды. Местные жители такому обновлению не нарадуются. Дай Бог здоровья, чтобы счастливым был родник. А водичка-то вкусная? Вкусная очень. Я уже тут 75-го года пью. Много лет назад именно возле родника и появилась деревня. И только в 80-е сюда был проведен водопровод. Постепенно источник забыли, а это когда-то популярное место поросло в деревьями и бурьяном. В прошлом году на сходе граждан приняли решение на средства самообложения сделать благоустроить родник. В прошлом году начали работу. И сегодня сделали последний штрих. Мы открыли сегодня благоустроенный родник для населения. На все работы ушло около 70 тысяч рублей. Теперь благоустроенный родник станет местной достопримечательностью. Тут можно отдохнуть и воды попить. Светлана Звонарева, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамский район. Татары всей России на одном Майдане. Сегодня столица Чувашия принимает федеральный Сабантуй. Масштабный национальный праздник всех татар собрал сотни участников из 41 региона. Как гостеприимная Чуваша встретила гостей, увидел Нияс Рахман. В стихе о главном празднике всех татар здесь звучат на каждом шагу делегации из Канты-Мансийского округа всего лишь из шести человек. Хоть и в малом составе, но главное, они здесь. Ну, я думаю, что это очень важно для нашего народа, потому что вторая нация в нашем Отечестве. И наши предки оставили очень великое наследие для нас. Федеральный Сабантуй поражает своими масштабами. Здесь представители 41 региона России, более 500 делегатов. И, как мы видим, здесь республика Мордовия, а здесь астраханские татары. В целом, как вам, Сабантуй? Прекрасный праздник! Огромная наша делегация во главе с Алмаевым Иврагимовичем. Хозяева нас прекрасно встретили. Чуваши поют с татарами, национальные песни танцуют и соревнуются. Здесь и в жизни всё так же говорят. Ведь татар в Чувашии более 40 тысяч. И это третья по численности национальность в республике. Все народы, все вместе объединяем. И русские, и Чуваши, и татары. Всё вместе, спрадуемся, всем весело. Как живут в мире и согласии, в Сабантуй даёт повод быть единым. Увидели и гости праздника. Рустами Неханов и глава Чувашии пообщались с делегатами и оценили работу самобытных мастеров. Праздничные танцы и песни разворачиваются на главной Красной площади Чебоксар. И по словам главы Чувашии, федеральный Сабантуй – это отличный повод показать культуру всех народов страны. Сегодня мы имеем возможность показать наши обычные традиции. Для Чувашской республики татары это не новость, потому что здесь проживают 34 тысяч татар. Они здесь работают, просветают. И многому мы сюда возим наших татар и показываем, как надо работать и жить. Для нас вот эта красота, положительные эмоции, добрые глаза, блеск в глазах наших детей вдохновляет нас на новые победы. Майдан – это главная символика города Чебоксар, а рядом с ней буквально в нескольких метрах находится и главный майдан сегодняшнего праздника. Хоть масштабы федеральные, а игры здесь все традиционные, татарские. Основные соревнования разворачиваются на главном майдане. Борцы определяют своего чемпиона. Абсолютным батыром 18-го Сабантуй стал Муса Галямов из Мариел. Спортсмены были, как бы сказать, достаточно хорошо подготовлены в своих категориях. Ну а Лагашкар я выиграл. Вымпел федерального Сабантуй сегодня получает республика Коми. Ведь именно они уже через год у себя соберут татар со всей России. И Ниазар Ахман, Игорь Романов, Чебоксара, Чувашская республика. У каждого свои рекорды. Сегодня на острове Градис-Вияшк стартовал первый заплыв на открытой воде Свияга-Сувым. 100 участников и 3,5 километра водного пути. Заплыв стал самым массовым для нашей республики. На старте представители Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Мариел и других регионов страны. Кого из них теперь называют «железным человеком» в материале Сергея Хайдарова. Вот так один за другим в водное путешествие отправляются железные люди. Сегодня их лучшие друзья – это умение хорошо плавать и выносливость. Александр Шимин плавает 7 лет. Сейчас я меньше плаваю, раз, два, три в неделю. Но на вот этот старт меня должно хватить. На старте ИТНВ сегодня заместитель генерального директора нашего канала Данил Гениатов сменил официальный костюм на плавательный. Это его второй крупный заплыв в жизни. Первый был в прошлом году в рамках триатлона на 2 километра. В этом году 3,5 километра. На трассе дежурят десятки спасательных лодок и катеров. А к пловцам прикрепили специальные поплавки и микрочипы. Для живописного острова Града Свияжск, который к тому же включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это соревнование Свияга Суим. Это по-настоящему историческое событие, потому что раньше подобные заплывы проводились на Казанке. Именно реки Свияга и Волга подарили таким соревнованиям новые масштабы, потому что именно сегодня впервые на воду вышли одновременно сразу 100 спортсменов. Если в начале гонки все плыли одной группой, то к концу колонна растянулась. Появился очевидный лидер и обогнать его уже не удалось. Победителем стал Александр Шимин. Кому победу посвящаете? Своим родным, семье. Среди участников и победителей сегодня не только Тимир Мэны, но и Тимир Леди. Когда оставалась одна, вот тут было страшновато, потому что есть ощущение, как будто, может, я не туда плыву куда-то. До финиша без проблем добрались все участники. Силы мастерства хватило, тем более, что многих ждали группы поддержки. Заболела, допустим, бок, плечо, потом проходила, потом опять болела. Медаль! Медаль! Таким образом. Здравствуйте! Станция была просто прекрасная. Волны сильной нету. Штиль. Всего под республиканским брендом Тимир Мэн будут проходить пять видов соревнований. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Свияжск. Чемпионат мира уже в сети. Чем болели, как играли, над чем шутили и смеялись. Обо всем об этом в нашей традиционной рубрике от Армана Кастаняна. Ну, а у меня к этой минуте все. Я уже через час с удовольствием присоединюсь к армии болельщиков. Правда, ненадолго. Следующий выпуск новостей на ТНВ в прямом эфире в 21.30. До встречи. Всем привет, ребята. Ну что, что творится в городе, в стране, да и вообще в мире? Это неописуемо. Чемпионат стал уже для кого-то образом жизни. Никто не может и дня представить без футбола, без этой вот атмосферы. И самое интересное, в соцсетях многие взрослые пишут, что их дети, которые до этого никак не были связаны с футболом, теперь просто по уши в него влюблены и хотят им заниматься. Ну, разве не для этого и проводятся такие чемпионаты? Итак, FIFA уже в сети, так что поехали. После этого удара вся Россия просто сорвалась. В хорошем смысле этого слова. А вот после этого творилось что-то невообразимое. Сборная России обыграла испанцев в серии пенальти и впервые прошла в четверть финал. Эмоции просто зашкаливали. Водок четвертый! Вывод! Выводок четвертый! Все! Все! Именно так радуется один казанский дедушка, который, судя по всему, очень уж давно ждал этого. Но на самом деле всей страной радовались и большая благодарность нашему галкиперу Игорю Акинфиеву. А в интернете, как правило, благодарность выражается в мемах. И вот парочка мемов про Игоря. Даже заметили, что на эксклюзивных банкнотах уже напечатали прыжок Акинфиева. Вот они, ванги. Говоря одним словом, было мощно. Но мы ждем. Ждем сегодняшнего матча сборной России с хорватами. Самое главное – это надежда. А точнее, ее усы. Усы надежды. Да нет, не эти усы надежды. Вот. Вот они. Победы нам. Ну и какой же матч нашей сборной обойдется без курьезов? Вот он, самый главный из них. Во время матча в объектив камер попала веселая троица в кокошниках. Тут сразу вспоминаются строки «Три девицы под окном объедались вечерком». И эти три героя стали сенсацией. Мемы появились рекой. Да что там мемы? Тут на следующий день уже сразу граффити появилось. Прямо оперативно. А еще спустя время этих ребят нашли. И выяснилось, что сосиски, оказывается, помогают победить. Но до этого мы не ели сосисок. Видимо, в этом была проблема. А сейчас уже подлинное время. Мы чуть устали, взяли хот-доги. И вот ключ к успеху открыт. Так что, друзья, предлагаю сейчас всем скинуться им на хот-доги. Пусть весь матч кушают. Главное только, чтобы Россия победила. А что творилось тем временем в Казани? Двое бразильских болельщиков приехали в Россию, а потом конкретно в Казань, прихватив с собой, как вы думали, что? Правильно, двухэтажный велосипед. Так-так-так, что бы нам взять с собой? В Казани транспорт дорогой, 25 рублей целых. Что бы нам взять? Точно, велосипед! О, давай, и сделаем его двухэтажным. Ага, круто, а зачем? Да просто прикольно же, давай. Кстати, о бразильцах. Проиграли они вчера бельгийцам 2-1. Ну как так-то, а? Мы же так готовились, граффити Неймара даже нарисовали. Все равно не помогло. На самом деле, мне кажется, что эта система с граффити вообще не работает. Я бы даже сказал, она работает наоборот. Рисуем топовых игроков, но кого рисуем, те проигрывают. В сети это прозвали как уже проклятием казанского граффити. Короче, самое главное сейчас никого из нашей сборной не рисовать. Южно-корейского корреспондента во время прямого эфира из Казани расцеловали наши фанатки. Причем видно, как он сдерживался, не обращая внимания на первый поцелуй, но потом не смог устоять. Вот такие они российские фанатки. Зато теперь у него точно о Казани останутся приятные воспоминания. А сейчас обратимся к Яндексу и узнаем, чем же интересовались татарстанцы на этой неделе. Первая строчка, конечно же, матч Россия-Испания. Но завтра, думаю, там уже будет матч Россия-Хорватия. На второй позиции КФУ. Казалось бы, странно, но нет. Кто-то смотрит футбол, а кто-то в это время в университет поступает. Также в топе наш Игорь. Игорь Акинфеев. Машина! Надеемся, что сегодня она не подведет. Кстати, о сегодня. Сейчас забываем все, что было до этого. Сейчас самое важное. Это сегодняшний матч. Россия-Хорватия. И у всех, конечно же, есть доля азарта. Давайте сделаем так. Сейчас я подброшу монетку. Если выпадет Орел, то выиграет Россия. Если Решка, то Хорватия проиграет. Это было в сети на ТНВ. Все на футбол. Пока. Хватит мечтать. В автоцентре Марка пора покупать. Только до конца июля. Японский Датсун Ондо всего за 359 тысяч рублей. Четыре пятерки, три семерки. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника Кузлер. Только в июле в аквапарке Ривьера. Пляж с бассейнами и 5D кино в подарок. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр Марка Ниссан на Чуйково. Там Ниссан Альмера от 545 тысяч рублей. Звони четыре пятерки, три единицы. Каждый день ставит перед нами новые задачи. Которые порой кажутся простыми. Но они сложнее, чем мы думаем для людей с ограниченными возможностями. Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. 19-й Республиканский фестиваль Крященской культуры Петрау приглашает вас за низовыми эмоциями. Самые популярные артисты, народные гуляния, конкурсы, подарки, батареи красавица. В селе Зюрима Мадырского района ждем вас 14 июля в 17 часов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июле со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание, 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Предстоящие сутки в Республике местами ожидаются осадки. Температура же повысится на пару градусов. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность без осадков плюс 26. На северо-востоке Республики местами пройдут дожди. Там температура воздуха составит плюс 27 градусов. На севере Татарстана облачно, но без осадков до плюс 27. На северо-западе Татарстана повсеместно ожидаются осадки. Там температура воздуха составит плюс 26 градусов. На юго-западе плюс 24, а ожидаются дожди. В центре Республики тоже пройдут дожди. Там температура воздуха составит плюс 27 градусов. В последующие сутки температура в Республике немного понизится. Ожидаются осадки. Росбанк, группа СССР, российский банк международного уровня. Пакет премиальной Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. Сидячая работа, спортивные травмы, поднятие тяжестей – все это может привести к проблемам с позвоночником, а затем и к более серьезным последствиям, например, операциям. Но скальпель хирурга – не единственное решение. Новейшее оборудование в медцентре «Доктор Ост» способствует избавлению от боли без хирургического вмешательства. Умные роботы могут помочь справиться с протрузиями, грыжами и остеохондрозом. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани пройдет дождь. Температура воздуха составит плюс 25 градусов. Ветер южный – слабый. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 69%. Магнитное поле Земли – спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова